Окей, смотрите, мы сегодня обсудим новую историю. Пятое занятие. Поговорим немножко про функции. Функции – это такой способ вводить некоторые новые операции, описывая их как маленькие кусочки программы, или не очень маленькие. Что я имею в виду? Ну, вот, допустим, у нас есть какая-нибудь задачка, типа нам приходится время от времени считать факториалы. И мы, конечно, можем каждый раз, когда нам нужно посчитать факториалы, написать соответствующий кусок кода. Ну, вот мы уже это делали, по-моему, когда-то раз. Значит, какой-то такой получается кусок кода. p равняется 1 for e in range 1 in плюс 1. Ну, давайте 5 пусть будет. p равняется p умножить на i. И вот p – это и есть наш факториал. Ну, понятно, что теоретически я могу каждый раз просто копипастить эти 4 строчки. Невелика беда. Но это будет очень неудачно. Представьте себе, что у меня есть огромное количество таких кусочков кода, из которых собирают какие-то другие кусочки кода. И, в общем, если представить себе, что я каждый раз должен вот это все дело копипастить, будет получаться ужасно. В частности, например, если в какой-то момент я обнаружу ошибку, или мне захочется что-то поменять, то мне придется вообще лезть во все места, где вот этот кусок кода используется, и там выносить соответствующие изменения. И наверняка где-нибудь забуду это сделать. И, в общем, дальше будет просто кошмар все это отлаживать. Я не знаю, всякий раз, когда я копирую хотя бы несколько строчек кода, я чувствую себя неуютно, потому что всегда после этого, буквально через 10 минут после этого, мне нужно внести какое-нибудь изменение в эти строчки, я вношу в один экземпляр этих строчек, забываю внести эти изменения в другой экземпляр этих строчек, и что-нибудь ломается на эту тему. Поэтому программисты не любят копировать код. Есть такой принцип «do not repeat yourself», D-R-Y. И, в частности, одним из главных механизмов, с помощью которого можно соблюдать этот принцип, является функция. Давайте я покажу, как это работает. Мы, конечно, с функциями уже сталкивались, но мы сталкивались, так сказать, как потребители функций. Допустим, мы делали что-нибудь вроде from math import square t, а дальше считали, поставляли функцию аргумент и считали значение. Давайте посмотрим, как это работает с точки зрения, наоборот, разработчиков. Допустим, я хочу объявить функцию, которая называется factorial. И эта функция будет принимать один аргумент, число n, от которого нам нужно посчитать factorial. И дальше, собственно говоря, мне нужно просто скопировать в эту функцию, скопировать вот этот кусочек кода. Неудачно я это сделал. Значит, n здесь присваивать никакое не нужно, потому что n мы получим, когда функция будет вызвана. И дальше то, что нам, тот результат, который у нас есть, нам нужно его вернуть. Значит, получается вот такая вот штука. Ну, когда я запускаю вот этот код, значит, на что тут нужно обратить внимание? Во-первых, как обычно, значит, у нас есть некоторое ключевое слово, новое ключевое слово def, оно как раз определяет функцию, от слова define или define function, я уж не знаю как. Дальше после него стоит двоеточие, и, как обычно, идет отступ. Соответственно, все, что идет с отступом, оно относится к этой функции. Это тело функции. И дальше я могу, в принципе, в этой же самой ячейке что-нибудь сделать. Давайте я сделаю как-нибудь так. Ну, вот видно, что когда я вот эту штуку запустил, вот этот print отработал, вот этот print отработал, а вот эта штука вроде как ничего не сделала. Но на самом деле сделала, потому что теперь у нас есть функция factorial, и мы ее можем вызвать. И вот она действительно работает. То есть что я делаю? Я пишу название функции, потом я ставлю круглые скобки, и в этих круглых скобках я ставлю, значит, я пишу аргумент. Значит, что делает Python в тот момент, когда я запускаю вот эту строчку? Значит, он знает, что, собственно говоря, в тот момент, когда я запустил вот эту вот ячейку, в тот момент, когда он выполнял вот эти вот строчки, вот этот вот блок, он где-то у себя там внутри записал, что у нас будет такая функция factorial, и у нее будет вот такое вот тело функции. Он записал, и все. Значит, в этот момент он ничего не сделал, кроме того, чтобы записал. А делать он начинается в тот момент, когда я эту функцию вызываю, как вот здесь. Значит, я написал factorial от 10, а в этот момент произошло следующее. Значит, у меня вызвалось, значит, он увидел, что factorial – это имя функции, которую он перед этим создал. Дальше он пошел сюда смотреть, что здесь написано. Во-первых, он смотрел на первую строчку и увидел, что здесь написано, что аргумент, первый аргумент функции factorial называется n. Поэтому дальше произошло следующее. Он как бы выполнил код вот такой, n равняется 10. И после этого он выполнил все те строчки, которые написаны после. То есть внутри функция значение вот этой переменной n, оно равняется вот этому 10, по крайней мере, если бы я его не модифицировал сам. Соответственно, дальше эти строчки выполнились. И последнюю строчку, вот эту return p, она делает следующее. Она как бы возвращает управление вот сюда. Но после этого вот эта штука, она заменяется на то, что здесь было написано, на то, что здесь было возвращено. Ну, то есть, как мы привыкли к функциям в математике, у функции есть значение. Это означает, что когда я записываю функцию внутри какой-то формулы, то для того, чтобы посчитать значение всей этой формулы, всего выражения, мне нужно посчитать значение функции и заменить вот в этой формуле значение функции, как бы вот тот текст, где эта функция написана, у нас это значит, что значение. Здесь в программировании все то же самое. Значит, соответственно, я могу использовать это в факторе лад 10, я могу, так сказать, его отдельно запустить, я могу запустить его как часть в какую-то формулу. Значит, вот сделал какие-то арифметические выражения. Значит, каждый раз, вот что произошло, когда я сделал такое выражение. Значит, Питон понимает, ага, значит, здесь есть какое-то деление. Значит, нужно сначала посчитать значение вот этого выражения, потом посчитать значение вот этого выражения, потом поделить одно на другое. Дальше, вот у нас есть вот такое выражение. Это какая-то сумма. Чтобы посчитать значение суммы, мне нужно посчитать значение вот этой штуки, значение вот этой штуки и сложить. Дальше, как посчитать значение вот этой штуки? Ну, он знает, что для этого нужно запустить эту функцию факториала и дождаться ретона. когда ретон совершен значит то что здесь написано вернуть то и заменяется на то и заменяет вот эту вот самую штуку это значение этого выражения дальше она приплюсовывается к этой тройке дальше вычисляется значение вот этого выражения и так далее вот понятно ли как это работает если сейчас какие то вопросы смотрите тут на самом деле сейчас много есть всяких тонкостей с одной стороны вроде все просто с другой стороны есть некоторые тонкости ну давайте начнем по порядку давайте я скажу одну важную вещь это некоторая проблема с которой мы будем сталкиваться много раз не то чтобы сложная проблема но просто нужно привыкнуть вот смотрите есть два разных способа вывести что-нибудь при работе в юпитере вот например я могу взять написать число 10 юпитер меня выводит это число 10 или я могу взять и вывести строчку hello юпитер мне выводит строчку hello а еще я могу сделать вот так могу написать pin 10 юпитер мне тоже напечатает 10 или могу написать print hello юпитер мне напечатает это самое hello есть две разницы как-то две большие разницы короче говоря есть серьезное различие между тем что у нас происходит вот в этих строчках и вот в этих строчках что делает юпитер давайте еще такой пример приведу вот смотрите допустим у меня есть будут две строчки hello world вот только последнюю могу сделать вот так он выведет обе почему так происходит и что вообще здесь что вообще здесь такое происходит смотрите значит юпитер а сам по себе запрограммирован таким образом что когда вы выполняете ячейку он смотрит на возвращаемое значение последней строки этой ячейки вот если вы написали просто 10 например то это 10 имеет значение 10 звучит автологично но это так и юпитер автоматически говорит что как бы результатом выполнения этой ячейки являются вот это самое последнее число он его отображает на экран автоматически и здесь то же самое можно было бы сделать что-то более забавное допустим вот так вот сделать да здесь мы говорим что x равняется 12 и потом написали выражение просто на отдельной строчке написали выражение которое в котором есть в котором написано x ну или можно было что-то более сложно писать x плюс 2 соответственно юпитер выполнил эти две строчки и посмотрел на результат выполнения вот этой штуки значит результат вычисления вот этого выражения и вывел его вот здесь вот в качестве аутпута этой ячейки это то что делает сам по себе юпитер а теперь если я пишу print что-нибудь то это команда которая уже не имеет никакого значения к юпитеру это просто команда который говорит питону что нужно напечатать ту или иную штуку при этом заметьте что вы 10 нет никакого out вот тут есть out а тут нет out дело в том что вот эта ячейка у нее нет вот как вот эта вот строчка print она сама не возвращает никакого значения вот например строчка x плюс 2 возвращает значения скажем я могу написать я могу написать y равняется x плюс 2 и в игреке будет лежать число 14 теперь а вот эта строчка принц 23 никакого значения не возвращает вот смотрите ведь я написал z равняется принц 123 на переменной z у меня сейчас ничего не лежит если точнее лежит специальный объект нам вот и и в этом есть некоторая серьезная разница между действием этих двух как бы между этими двумя способами отобразить что-то на экране при работе в юпите если мы бы не работали в юпитере а работали просто там питание в голом питоне то нам пришлось бы каждый раз когда мы хотим что-то вывести на экран писать print но поскольку довольно часто удобно просто написать название объекта для того чтобы посмотреть что в нем находится при работе вот в таком стиле в которому юпитер благоприятен соответственно юпитере есть вот эта функция отображать результат выполнения последнего выражения вот к чему я все это говорю давайте рассмотрим две такие функции допустим вот я написал две такие функции когда называется print hello другая называется ритон hello они очень похожи а в одном на в одной написан принта в другом написано ритон а дальше общем то что у нас получается давайте я даже сделаю их совсем похожими давайте вот в этом принте тоже сделаю вот так давайте посмотрим как они работают значит вот как работает print hello и вот как работает ритон hello видно что результат очень похожи тем не менее эти две функции делают совершенно разные вещи функция print hello она ничего не возвращает у нее нет никакого возвращаемого значения видите здесь вообще никакого ритона нет а функция ритон hello на самом деле ничего не делает сама по себе а только возвращает новую строчку вот такую строчку полученную путем конкатенации строчки hello и своего аргумента результат очень похож но есть отличие самое главное отличие что здесь нет никакого out а тут есть out давайте посмотрим это более внимательно например если сделаю вот так что произойдет в тот момент когда я нажму shift enter что мы увидим если кинтидеи ничего как раньше было за может он выглядит как раз x ну тут два варианта значит либо ничего либо окей хорошо даже больше два варианта сейчас смотрите во первых операция присваивания сами по себе ничего не возвращают видите я написал x равняется 123 и ничего и ничего не произошло как будто бы а операция присваивания она у нее у самой возвращаемое значение это ничего это нам поэтому вот поэтому когда у меня ячейка заканчивается кинтидеи присваиванием никакого аута в этой ячейке нет но что произойдет если я сделаю вот так как здесь написано x равняется print hello ну все нормально выйти напечатается значит не совсем понятно что значит нормально но в смысле что чтобы мы ожидали бы здесь увидеть но действительно когда мы эту строчку запустим напечатается hello world другой вопрос что сейчас лежит в переменной x переменной x не лежит ничего вернее там лежит специальный объект который называется нам нам это такой объект который функция возвращает если она ничего не возвращает вот в данном случае функция print hello у меня здесь вообще нет никакого ретона и это такая функция которая ничего не возвращает ну точнее она возвращает нам а теперь давайте посмотрим на другую ситуацию если я напишу x равняется ретон hello world что произойдет в тот момент когда ячейка запущена ничего мы ничего не увидим скажем так потому что функция ретон hello сама по себе ничего не печатает у нее нет никакой команды напечатать что то поэтому когда мы запустили эту строчку произошло следующее функция ретон hello создала нам вот эту штуку создала нам строчку hello запятая world и вернула ее то есть вот такая команда эквивалентно команде такой x равняется hello world и вот такая штука она ничего сам себе не выдает но зато в переменной x теперь лежит hello world а значит смотрите у вас там в следующих домашках могут появиться задания в которых нужно написать функцию которая что-то принимать на входе что-то возвращает если в задании прямо так написано напишите функцию которая принимает на вход число и возвращает его квадрат допустим это означает что вам нужно забыть про всякие инпуты и принты которые мы использовали раньше в качестве средства ввода вывода и просто тупо написать функцию грубо говоря у вас есть такая задача напишите функцию принимающую на вход число и возвращающую значит его квадрат можно как-нибудь назвать иску допустим тогда решение должно выглядеть вот так никаких инпутов никаких принтов просто пишем функцию которая что-то принимать на вход что-то возвращает вот но скорее всего с этим будут возникать проблемы так что скорее всего в ближайшую неделю комментируя ваше решение отвечая на ваши вопросы я буду постоянно повторять фразу вашу функцию не возвращает вот так получается что все привыкли в предыдущих домашках возвращать вычисленные значения с помощью принта и такси продолжают делать но теперь не надо если написано напишите функцию которая печатает что-то тогда должен быть принт вот как если вопрос на эту тему хорошо давайте теперь поговорим про важную историю историю про области видимости значения переменных вот смотрите давайте вернемся к функции про факторы функции которые считала факториал и давайте сделаем такую штуку значит как вы думаете что я увижу давайте я конкретно укажу что это п а это н как вы думаете что я увижу после того как выполнил этот кусочек программы что то эту вот ячейку значит я сначала создал переменные п и н потом я вызвал функцию факториал значит внутри этого факториал есть переменные п и н они здесь принимают какие-то значения и потом после того как эта функция отработала и я печатаю чему равны п и н как вы думаете что я увижу вот в результате выполнения вот этих вот двух строчек 12 32 да это вы видимо уже знакомы с кем-нибудь языками программирования окей давайте посмотрим ну да действительно значит вот он наш факториал 77 и видно что несмотря на то что я внутри этой функции явно менял букву п а при запуске этой функции менял букву n значение переменной несмотря на это п и н вот здесь вот каким были такими остались а дело в том что в питоне все переменные которые создаются внутри функции объявляются как локальные переменные то есть вот это вот вот это вот буква п которая находится внутри вот этой функции факториал она не имеет ничего общего с вот этой буквы п которая находится вне всех этих штук вне вне функции поэтому от того что мы меняем значение п внутри функция значение п снаружи функции меняется просто две разные переменные и причем понятно зачем это сделано потому что если мы бы этого не сделали бы то был бы большой риск что мы в своей программе используем переменную п для какого-то одного значения допустим она хранит там какое-то нужное нам число и если бы не было бы вот такой защиты если переменные не объявлялись бы автоматически как локальные то тогда был большой риск что мы запускаем какую-то функцию чем эту функцию даже не обязательно мы написали мы ее могли взять какой-то библиотеки и она бы вах нам возьмет и поменяет значение этих переменных которые которые мы использовали для каких-то своих целей вот это было бы конечно очень неудачно ну давайте я еще например приведу допустим вот такой значит что я сейчас увижу когда я выполню вот этот кусок кода какой будет результат 11 а потом наверное 10 до 11 а потом 10 значит действительно у меня создана переменная n вот глобальная переменная n дальше я запустил функцию плюс 1 передал ей это n дальше произошло следующее значит здесь внутри функция была создана локальная переменная n которая изначально приняла значение 10 такой же как у той глобальной переменной но на этом никакой связи между этой локальной переменной n и глобальной переменной n никакой другой связи больше нет просто мы передали ей здесь это значение Соответственно, когда я сделал вот эту штуку, я локальную переменную увеличил на единичку и вернул ее значение. Поэтому результатом выполнения вот этой штуки оказалось число 11, но переменная n не поменялась. Она какой была, такой осталась. Что мы видим вот здесь, когда пишем такую вещь. Ну, давайте я покажу, что делать, если вам все-таки нужно поменять значение переменной, которая не определена внутри функции. Значит, такое иногда приходится делать, но представьте себе, что вы пишете какую-нибудь программу, у которой есть какая-нибудь глобальная настройка. Скажем, вот у меня есть language, которая допустим по умолчанию English. Я хочу написать какую-то функцию, которая, допустим, спрашивает у пользователя, какой язык он хочет выбрать. Допустим, что-нибудь в таком роде. Скажем. Субтитры создавал DimaTorzok Допустим, я хочу что-нибудь в таком стиле сделать. А можно быстрый вопрос? Если человек ведет, например, Russian, но с пробелом в конце, у нас это будет проигнорировано? Он распознает или скажет, что он по-русски не говорит? Нет, он, конечно, скажет, что он не понимает такой язык, потому что строчка с пробелом и строчка без пробела – это разные строчки. Можно его к нему научиться обходить, потому что это постоянно очень большая проблема. Да, смотрите, есть такая функция, которая называется strip. Она позволяет убрать справа и слева все пробелы и пробельные символы. Поэтому вы можете, например, сделать вот так, и после этого он будет игнорировать пробелы в начале и в конце. Вот, значит, я тут еще использовал одну штуку, я не помню, рассказывал вам про нее или нет. Значит, я здесь проверяю, что S является одним из допустимых языков. Значит, можно проверить, что объект принадлежит некоторой коллекции, но в данном случае просто списку. С помощью вот этого оператора in он работает со строчками, но в случае со строчками он ищет под строку. В случае с каким-нибудь другим списком он, в случае со списком или с другими структурами, с кортежами, с разными другими, он будет проверять просто, что вот этот элемент просто находится внутри. Является, совпадает с одним из элементов, которые находятся в этой коллекции. И в данном случае я проверяю, что S не находится внутри среди вот этих элементов. Таким вот образом. Вот. Ну, окей, да, ну, вот смотрите, я, значит, ввел Russian, но видно, что language, конечно, не поменялся. Потому что вот этот language, который я описал здесь, он является глобальной, он является локальной переменной. Ну, а если я хочу все-таки его поменять, то мне нужно его объявить глобальной переменной. Глобал лэнгвич. Теперь работает. Значит. Он будет менять язык с английского на какой-то другой в том случае, если он знает этот язык. Но видно, что при этом действительно глобальная переменная действительно поменялась. Если вы хотите получить доступ к какой-то переменной, вот такой вот, значит, он таким образом работает. Можно было написать глобал перед вторым лэнгвич? Вот в конце где? Да, я думаю, что можно. Это именно как в одну строчку? Нет, в одну строчку нельзя. Это две разные инструкции. Одна присваивание, другое объявление, объявление глобальным. Вот, на самом деле, смотрите, тут как эта штука работает. Значит, вот если я, если у меня есть переменная глобальная, сейчас у нас есть глобальная переменная лэнгвич. Вот она. И если я пытаюсь изнутри функции обратиться на чтение какой-то переменной, которая внутри этой функции не определена, то дальше питон смотрит, а нет ли переменной с таким же именем, но только в объемлющем контексте, соответствующей глобальной переменной. Вот, и если есть, то тогда он использует значение этой переменной. Но тут нужно быть осторожным, потому что, например, вот представьте себе, что я бы хотел бы написать вот такой вот код, но только забыл бы про ответ глобал лэнгвич. Давайте посмотрим, если я хочу сделать такую штуку. Как вы думаете, что будет, когда я сейчас запущу вот такую штуку? Ошибка, наверное. Почему ошибка? Потому что если посмотреть, у меня логика такая, что есть некий кусок кода, который находится внутри, как бы в скобочках, и в нем объявлен лэнгвич, значит, он не может обращаться к более высоким кускам кода. Да, ну вот смотрите, ну вот здесь у меня задан лэнгвич какой-то есть. Вот так, скажем. Хорошо, давайте пока что уберем вот эту штуку. Значит, я просто вот без второй строчки обговорю. SetLanguageFrench выполняется. Ну, то есть понятно, что он не делает того, чего я хотел, но, по крайней мере, он не выдает ошибку. Давайте теперь наоборот сделаем. Вот так сделаем. Что тогда будет? Да, я не помню, говорил я или нет. Значит, все, что находится после решетки, это комментарий, и кто-то его игнорирует. Это хороший способ, как можно временно выключить какую-нибудь строчку, выкинуть ее. Значит, тоже ничего не происходит. Ну, понятно, он, значит, попытался присвоить переменный лэнгвич имя, значит, French. И понятно, что она не поменялась, потому что она глобальная. Ну, а что будет, если я раскомментирую обе строчки? Давайте уже сделаем это. И действительно мы видим ошибку. Это, на самом деле, любопытная вещь, потому что, смотрите, ошибка возникла в первой строчке, но если бы у нас не было второй строчки, то никакой ошибки в первой строчке бы не возникло. Так, обычно предполагается, что Python выполняет все строчки сверху вниз по очереди. Но здесь явно происходит какое-то, как это называется, в общем, какое-то заглядывание в будущее. На самом деле, что произошло? Смотрите, в тот момент, когда Python создавал эту функцию, он увидел, что внутри этой функции определяется переменная лэнгвич, и ей присваивается какое-то значение. Поскольку вы не можете присваивать значение глобальным переменным, Python решил, что лэнгвич будет локальной переменной. И в тот момент, когда он это решил, ничего страшного не произошло. Он просто себе где-то пометил, что вот в этой функции setLanguage переменная лэнгвич будет локальной. Как видите, саму вот эту ячейку он вполне себе успешно скушал и не ругался нам здесь на нее. Но когда мы запустили эту штуку, произошло следующее. Он начал выполнять первую строчку нашей функции и увидел, что ему нужно напечатать значение переменной лэнгвич. Дальше у него два варианта. Он может либо залезть в глобальные переменные, посмотреть там это значение, либо нет. Но в данном случае он уже знает к этому моменту, потому что он уже проанализировал тело этой функции. Он уже знает, что переменная лэнгвич, которая здесь есть, она будет локальной, потому что мы будем ей присваивать какие-то значения. Поэтому в этот момент он понимает, что что-то идет не то, что вы пытаетесь напечатать значение локальной переменной, к которой это значение еще не присвоено. И возникает вот эта ошибка UnboundLocalError. LocalVariableReferencedBeforeAssignment. То есть локальная переменная, вы попытались к ней обратиться, попытались ее назвать до того момента, как вы ей присвоили какое-нибудь значение. Вот. Ну вот такая вот история про локальные глобальные переменные. Понятно ли, как оно работает? Есть какие-нибудь вопросы? Ну, хорошо. Если вам кажется, что понятно, то сейчас мы это исправим. Смотрите. Значит, вот есть функция плюс один, и работает она, как мы выяснили, вот так. Значит, плюс один. Значение переменной N сохраняется. Давайте теперь сделаем такую штуку. Допустим, вот так. Как вы думаете, что будет происходить? Если я не ошибаюсь, то у нас получается есть условно массив, и массив, но там у нас лежат ссылки. Вот, да. У нас получается два одинаковых, потому что когда мы пользуемся Append, мы будем менять ссылку на массив. И, ну, как бы, будет меняться, грубо говоря, ссылка. И поэтому, когда мы будем вызывать второй раз, то есть мы будем обращаться к той же самой ссылке, которую мы уже изменили. Да. Валерия и Арина правы. Действительно, смотрите, вся история про вот это, как бы это назвать, про вот эту защищенность от того, что происходит внутри функции, вся эта история касается имен переменных, но она совершенно не касается ситуации, когда функция получает доступ к какому-то изменяемому типу данных, к какому-то объекту, который можно менять. И после этого, несмотря на то, что вот эта переменная MyList, она является глобально переменной, и эта переменная никак не создана внутри этой функции, и я нигде не объявлял, что MyList должен быть глобально переменной. Несмотря на это, я изнутри функции смог поменять значение этой глобальной переменной. Ну, вернее, не так. Я, на самом деле, неправду сейчас сказал. Значение глобальной переменной MyList осталось прежним. Она как указывала на некоторый список, так и указывает на тот же самый список. Но сам список поменялся. То есть, как бы, что произошло? Вот у меня функция append1, когда я ее вот здесь вызвал, она получила на вход ссылку на мой список MyList. Дальше она с помощью этой ссылки, которая внутри этой функции называется сам лист, обратилась к этому массиву, к этому списку. И попросила дописать туда один элемент. Он это сделал. И поменялся. Значение переменной вот этой не поменялось. Но тот объект, на который она ссылается, поменялся. И это действительно то, что мы здесь наблюдаем. То есть, как бы, вот эта защищенность, которая вроде бы есть у функции, типа, как это говорят, все, что произошло в Вегасе, останется в Вегасе. Значит, с функциями похоже, но не так. Все, что касается присваиваний значений переменных, да, там это все работает. Все переменные по умолчанию локальные. Вы не можете случайно изнутри функции поменять значение какой-то переменной, которая определено вне функции. Но это все не касается объектов. Объекты вы поменять можете. Если функция получила доступ к какому-то изменяемому объекту, она может сделать с ним все, что хочет. Где бы он ни был определен. То есть, вся вот эта вот история про области видимости имен, она именно, эта история именно про имена, а не про сами по себе объекты. Простанство объектов, оно как бы едино для всей программы. Вот. Ну, собственно говоря, давайте я еще попробую показать другой подход. Смотрите, а вот если бы я сделал бы не так, а вот так. SunList равняется SunList плюс. Вот смотрите, вроде бы вот эта штука и вот эта штука делать примерно одно и то же. Вот давайте посмотрим. SunList равняется 1, 2, 3. SunList append 10. Дописался 10 в конец. Теперь я делаю то же самое, только с помощью плюсика. Вроде бы происходит одно и то же. Ну, а давайте посмотрим теперь, что произойдет вот здесь. Мой майонез не поменялся. Вопрос, почему? То же самое вроде произошло. Ну, мы, получается, создали локальную переменную внутри функции и поменяли уже ее. Да. Значит, смотрите, вот на самом деле вот эти две операции, операция append и вот такая вот строчка. Только внешне кажется, что они делают одно и то же. На самом деле они делают совсем разные вещи. Смотрите, можно убедиться в том, что они делают разные вещи, если мы напечатаем айдишки. Значит, вот здесь вот видно, что до апенда и после апенда сам лист указывает на один и тот же объект. Этот объект не поменялся, у него identity не поменялась. А вот здесь… Я, кстати, не знаю, что сейчас будет, потому что, может быть, и так и эдак. Ну, давайте попробуем. В принципе, Python умеет переиспользовать identities, но, как видите, в этот раз не переиспользовал. Смотрите, вот в чем разница между этими двумя действиями. Здесь мы создали список, вот здесь мы его создали, присвоили этому списку некоторое имя таким образом. Дальше мы этот список модифицировали. Что произошло здесь? Мы создали список, присвоили ему имя, а потом мы сказали вот что. Мы сказали, что вот эта строчка, вот эта часть этой строчки, она говорит, что нам нужно создать некоторый новый список, в котором будут содержаться элементы списка сам лист, а потом элементы вот этого списка, который состоит из десятки. Это действительно список 1, 2, 3, 10. Но это новый список, который не имеет никакого отношения к списку сам лист. Это другой объект. И потом мы этот новый список должны снова записать в переменную сам лист. Теперь переменная сам лист уже не ссылается на тот список, который был, а она ссылается на новый список, который мы только что создали. А тот, который был, мы про него вообще забыли, и он, скорее всего, вообще даже нигде уже не хранится. И видно, что при этом identity того списка, на который указывает сам лист, поменялась. И здесь происходит то же самое. То есть вот эта операция, она выглядит как операция, похожая на вот этот append, но по смыслу она делает совсем другую вещь. Она никак не модифицирует вот тот список, который был создан здесь. Она вместо этого создает новый список, присвоит его какой-то локальной переменной. Это локальная переменная возвращает. Все. Больше он ничего не делает. С исходным списком Модлист ничего не произошло. Он каким был, таким и остался. Ну как? Сложненько? Давайте задайте какой-нибудь вопрос. Это на самом деле реально бывает такая проблема, что вы там, может быть, неудачно написали функцию, она модифицирует какой-нибудь список, который вы ей передаете, или какой-то другой объект. А вы совсем этого не хотели. Вы хотели его, так сказать, внутри функции что-то с ним сделать, какие-то манипуляции провести, чтобы там что-то делать. Но я не знаю, вот представьте себе, что вы хотите написать функцию, которая вычисляет там, допустим, сумму всех положительных элементов некоторого списка. И вот давайте представим себе, что у меня такая функция. dev.sum.positive. От самлист. И у вас есть два варианта. То есть, окей, есть разные варианты, но, например, вы решили сделать, решили решить эту задачку таким образом. Значит, допустим, вы хотите пройтись по списку самлист. Ну, давайте я так сделаю. Самлист от и равняется сейчас. И если элемент меньше нуля, самлист, нет, что-то ерунда, пишу, самлист от и. А равняется нулю, например. Потом, скажем, вернуть сумму всех элементов в сам лист. Понятно, что делает этот код? Давайте посмотрим. Чего у нас вернется? 14. 14, действительно. Вроде работает так, как надо. Но представьте себе, что у меня была такая история. У меня был какой-то списочек. И дальше я решил посчитать от него сумму положительных элементов. Посчитал такой радостный. Интересно, у меня всегда будет 14? Нет, не всегда. Посчитал такой радостный. И иду дальше что-то обрабатывать мой список MyList. А он бабах и поменялся. Это, скорее всего, не то, что я хотел. Когда я хотел посчитать сумму положительных элементов в списке MyList, я, наверное, хотел посчитать сумму положительных элементов в списке MyList, но я не хотел его менять. Поэтому, в целом, если вы пишете какую-то функцию, которая принимает на вход какой-нибудь объект, который можно менять, если изменение этого объекта не является целью работы вашей функции, то есть если функция не называется, типа, вот, взять и что-то сделать с этим списком, как-то его модифицировать, то лучше не модифицировать те аргументы, которые вам передают. Ну, хорошо. А как нужно было бы написать правильно вот эту функцию симпозитив? Давайте, напишите и пришлите мне в личку, как бы вы стали это писать. Давайте потратим на это минут пять. Значит, я хочу функцию, которая считает сумму всех положительных элементов в списке MyList. Но не модифицирует этот список. Давайте ради интереса я попрошу, чтобы вы использовали функцию сумму. Спасибо. 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 Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...